Эх, какой прекрасный день, какой прекрасный вид, какой прекрасный я, когда вешу на пи... А вообще я в афиге с того, что прошло уже больше недели после нового года, а я ещё не оклемался после детского шампанского. Так мне и выкладывать что-то нужно, впрочем, что я сейчас и делаю. И да, скорее всего, в этом видео я буду плести какую-то билиберду, уж извините меня. И да, в этом видео я решил вам показать свою точку зрения на фандоха ТФ. Да, я знаю то, что практически все фандомы такие, но я решил разобрать именно тот фандом, в котором я сижу. Так что наливайте свой изумительный ароматный чай. И приступаем, наконец-то, к просмотру! Так, с чего бы я хотел начать? Ну, наверное, объяснить для зрителей, которые впервые видели меня в рекомендациях или им кто-то посоветовал, что вообще происходит тут. Так, значит, Happy Tree Friends, да? Ну, так скажем, какой-то такой, типа, милый мультик, это, ну, где-то между милыми персонажами, которые веселятся и ничего не происходит. И уже другая сторона, где становится мясо, кровь, кишки, убийство, рысья... Короче, никому не советую смотреть, а то еще ебануйтесь, как и я. Про сам мультфильм сказать я ничего не хочу. Ну, мультфильм с моралью, где нужно переходить, где не нужно переходить, как надо дышать, как не надо дышать, ну и все прочее. Ну, а вот про фандом... Спасите, помогите. Популяризация... Самый пик популярности фандома начался с мода ФНФ на Флиппе. Это было где-то примерно лета 2021 года. Или нет, или я могу ошибаться. И после этого не только этот FNFM мод стал популярен, но и популярным стал персонаж из ХТФ под именем Флиппи. Но об этом мы поговорим чуть позже. И вот за всё это время я хотел бы высказаться о том, что мне не понравилось в данном фандоме, а что мне понравилось, так как в нём я уже, считайте, почти три года сижу. Так, а чё теперь дальше-то говорить? Ну, во-первых, нужно создать пункты, чтобы я не путался, что мне говорить. И тут же нарисовался первый пункт. LGBT. Конечно, это сомнительная фигня. У кого-то это щёлкает, а у кого-то это не щёлкает. Вообще, ко всем пэрингам персонажей я отношусь нейтрально. Я как-то к этому привык, что ли. Но когда ты видишь то, что мальчик с мальчиком целуется, извините, но для меня это как-то немного неприятно выглядит. Ну, хотя, ладно, я тоже иногда пацанов шиперю. Переходим к следующему. Тэ пункт. Или как там пункт на английском? Малолетние дебилы. Малолетние дебилы. Про этот, так скажем, фандом, который находится в каждом большом фандоме, ты никуда не денешься. Он будет везде. В абсолютно любом каждом фандоме. Куда бы ты ни зашёл. Но вот именно конкретно в ХТФ фандоме, в основном 90% маленьких детей любят... Флиппи, 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 Флиппи. А, Резня. Ещё у меня коты за окном орут. Ну, естественно. Кого же можно полюбить ещё в этом мульте, кроме Флиппи? Он же самый уникальный персонаж среди других. У него раздвоение личности. Он единственный, кто смачно справляется со всякой резнёй. Он же ветеран Вьетнамской войны. Или какой войны, я уж не помню. Но тут, наверное, виноват не конкретный персонаж, а во всём... Всё виноваты евреи. Ой, простите, пожалуйста, я просто не то видео вставил. Ещё вообще непонятно, какого чертила в Флиппи вообще шиперец флейки. Типа, Флэки вообще боится Флиппи. То, что он шизанутый даун, конченая мразь и так далее. Зачем? Ладно, я лучше перейду к третьему пункту. Вот знаете, русский фандо ХТФ и английский фандо ХТФ это совершенно разные вещи. Русский фандо ХТФ хоть более-менее адекватный, но тебя буквально засрут за то, что ты неправильно подышал. А вот в английском фандоме тебя принят, ой, простите, могут принять с уютом, но эти иностранцы какие-то конченые. Ну, то есть там происходит практически то же самое, что я говорил в первом и втором пункте. Всё, давайте последний, я уже устал. Да, этот мульт, этот фандом вообще должен быть как бы мёртв. Вот, к примеру, возьмём новую серию от шедевра студии Мода Медиа, которую создала буквально недавно. А, ой, в сентябре, блин, а чё? А, сегодня же январь, чёптая. Ну, короче, это как здесь, как было давно, короче, выпустили, значит, серию под названием The Match Scream Time, значит, да. И буквально там не было ничего, вообще ничего. То есть это, по сути, была реклама для того, чтобы играли в игру The Crypt Show с дополнением о ХТФ и всё. То есть это, по сути, даже не серия, это реклама. И это как бы уже звоночек к тому, то, что, ну, всё, ну, закрывайте этот мультфильм, это всё, это мертвец, и всё, вообще, никаких там вообще серий не будет. Всё, закрывайте всё, хуя. Так, ну, вроде всё, что я хотел сказать, я сказал. Да, я это видео создал, чтобы поплакать, чтобы сказать, что мне не нравится в этом фандоме, чтобы сказать, что у меня жизнь фигня, и то, что у меня вообще всё плохо, бла-бла-бла, и всё такое, в общем. Дайте свои лайкосы, не забывайте подписываться на мой YouTube канал, Телеграф канал, ТикТок аккаунт, и в ТикТоке вообще кто-то сидит, бла-бла-бла, всё такое, в общем, я желаю вам всего хорошего и всем пока! Простите, я больной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok